слава богу значит если эта маленькая девочка пела все тебе даю то у вас уже у нас и выбора нет это возраст когда в основном берут не отдают она уже сейчас готова все отдать то тем более мы должны все отдать для иисуса который все отдал за нас слава богу значит как мы и говорили у нас сегодня время для свидетельств и я хочу сказать о том что я невероятно счастлив что я сегодня здесь и вижу всех вас и я хочу говорить о милости божьей о том как бог чудесным образом неоднократно спас мне жизнь слава богу поэтому в самом начале я просто хочу чтобы вы увидели один стих я надеюсь вы ее увидите ее просто прочитаем это псалом 88 14 15 там есть написано крепко мышца твоя сильна рука твоя высока десница твоя правосудие правота основания престола твоего милость и истина предходят пред лицем твоим то есть здесь в этом стихе очень важные истины я нахожу нас и для себя почему или вследствие каких причин бог невероятно силен почему вот здесь названы причины потому что в нем есть правосудие он справедливый бог он милостивый бог и истинный еще раз видите правосудие правда милость и истина если вы хотите быть сильными в настоящей жизни вы должны вот этими качествами обладать и еще раз правосудие правда правильный суд во всем только правда милость и верность истины мы сегодня будем говорить в основном о милости божией о том как милостив бог каждому из нас о милости божией каждый из вас мог бы говорить кто больше а кто меньше но я хочу чтобы и услышали еще один стих как об этом говорит давид много судила ты господи боже мой о чудесах и помышлениях твоих о нас кто подобиться тебе хотел бы я проповедовать и говорить но они превышают число хотел бы я проповедовать и говорить но они превышают число и в каждом из нас их так много что их невозможно пересказать но хорошо когда мы их видим ценим и делимся этими милостями с другими и я один из тех кто хотел бы проповедовать и говорить о милости бога и о том что делает нашей жизни христос поэтому я начну свое свидетельство из сентября месяца это приблизительно полгода назад когда в мою жизнь пришли определенные испытания и даже приключения поэтому в начале сентября где-то 2 сентября я возвратился с благословенного путешествия из канады а уже 6 сентября это была суббота все было как обычно утром я пошел на кухню в девять часов утра чтобы просто нагреть чай и просто дальше меня ожидал субботник если кто-то помнит эту субботу моя жена наташа она просто свою маму повела в душ там помыла ее отвела в свою комнату и уехала по своим делам и когда я был на кухне в это время моя тёща она решила пойти наверно тоже на кухню покушать и когда она еще толком не просохла она шла на костылях и на линолеум и они наверное разъехались и она упала я не видел в момент падения но я услышал страшный крик и когда я прибежал к ней я не знал что делать хотя я всегда старался и помогать служить и для меня было обычное дело я ждал я знал что я должен просто покормить и уйти туда куда мне надо уйти но сейчас случилось то что случилось но так как она кричала я разъявшись быстро решил поднятие и наклонившись как фотонул ее то я поставил ее на ноги но случилось так что что-то как выстрел в моей спине произошел щелчок и страшная боль которая еще никогда не испытывала тем более в спине и я тоже упал и начал кричать от этого уже проснулся мой виталик прибежал и он не знал кого спасать и как спасать закончилось это все тем что вызвали две скорых и они приехали заполнили весь этот круг все смотрят что происходит соседи и нас на носилках увезли на скорую то есть до этого была такая нормальная текущая жизнь чувствовал себя нормально к врачам обращался очень мало потому что толком не было медицины и сейчас завезли туда и зная мою ситуацию как бы они сделали только рентген и говорят серьезных переломов нету вы можете идти домой а так как я идти не мог и двигаться не мог они дали мне обезвальщий укол и за руки за ноги положили на заднее сиденье игорь все равно домой а так как у тёщи моей был перелом то и оставили и потом делали операцию то есть получается что даже и себе ее поднял это были напрасные усилия в том плане что вас все равно бы она не стояла и вот возникает вопрос почему все это вот бог допускает нашей жизни тем более когда ты делаешь доброе дело это не просто ты где-то там прогуливался вы поняли меня почему это происходит в нашей жизни но нашей жизни действительно управляет бог и я во всем этом видел милость божью и руку божью до было трудно я пришел домой не мог двигаться но уже ближе к ночи андрей базан привез мне такие пояса серьезные и отдел так попробовал туда-сюда поднялся и уже воскресенье проповедовал церкви с этими поясами военными поясами вы их не видели но они были на мне я так двигался с ними где-то две недели но хочу сказать вот почему бог допускают вот такие вещи в нашей жизни в первую очередь иногда это случается что уберечь нас от худшего в той ситуации в которой я был я не знал что мы и моей жизни происходит внутри меня но потом мне врачи говорили что если бы от твоя проблема как бы сказать хорошо то что он ее обнаружили вовремя ну и если бы не вот это все что произошло я бы наверное долго еще к врачам не обращался бы и возможно был бы такой момент когда я меня уже завезли бы там на скорую потому что двигаться не мог а это я переживал чуть позже и уже как сказать и помочь человеку было бы очень трудно поэтому все это как бы подтолкнуло меня и невольно вытолкнул двигаться навстречу врачам ну и начался целый процесс восстановления испытаний так дальше почему еще бог допускает подобные вещи наших земли мы начинаем ценить и время и жизнь мы радуемся каждому дню поэтому цените жизнь почему еще бог допускает подобные вещи потому что исцеляются или взаимоотношения становятся лучше на всех уровнях то есть если они даже вас очень хорошие они будут еще лучше слава богу в тот момент трудно все передать и вспомнить но были такие моменты в жизни что например мне звонит один человек и говорит постеры извиняюсь я не так хорошо отзывался у вас простите меня я буду лучше теперь я теперь уже буду лучше думаю слава богу стоит заболеть иногда чтобы чтобы просто кто-то извинился кто-то покаялся и на всех уровнях начали отношения исцеляться лучше и лучше становиться но если вы например хотите чтобы у вас вообще говорю только хорошие если вы хотите тоже есть путь достаточно умереть а если вам умирать не хочется а это тоже нормально не надо умирать то единство надо умереть для себя и тогда не имеет значение как у что тебе люди говорят у тебя слух настроен совершенно на другое то есть люди говорили и будут говорить но результат зависит от состояния твоего сердца если здесь все в порядке то и остальное бог приведет в порядок вот почему иногда бог допускает испытания и скорбь через все это мы научим мы учимся доверять богу меняется наша молитвенная жизнь то есть изменяется наше отношение к молитве и многие многие вещи изменяется к лучшему я благодарю бога что он есть благ и в этом месяце он не оставил меня просто он невидимой рукой держал меня хранил и направлял где-то 10 дней я ходил к хиропрактику пытались меня там ровнять управлять но это все ничего не дало и но не помогает значит можно остановиться и в этом же месяце послушайте меня у меня был еще запоминающийся четверг там это 25 сентября четверг которая запомнил надолго еще один этап или еще одно испытание моей жизни в этом дне я просто поехал впервые поехал к специалисту к нейрохирургу по поводу моей спины и когда он посмотрел спинки сделать там еще определенные там рентгены он говорит мне операция только операция и уже завтра самое трудно это принимать решение особо на плане операции значит я уже для себя понял когда тебя завезли у тебя выбора нету а когда тебе надо выбирать то 7 раз отмеря 1 отрежь и еще очень важная истина состоит в том что я хочу утешить в тех что например может быть живет без иншуренса нет медицины какое мое утешение иногда хорошо когда она есть иногда хорошо когда ее нету когда я начинал вот это движение у меня не было никакого медицинской страховки но удивительным образом опять же мои друзья и церковь взяли мне иншуренс вот когда я уже шел сюда у меня уже было покрытие то есть это было каким-то промыслом божьим сделано очень вовремя слава христу и когда у тебя уже есть покрытие он говорит прямо завтра все я вот надо посоветоваться поговорить нет думай до вечера думай скажешь думать особо было ничего никогда и вот смотрите это было 8 утра в три часа я приезжаю с андреем аврааменко оформляться на пир на операцию завтра утром операции и смотрите что делает бог мне вдруг становится плохо вот такие чувства я испытывал может быть раз два в жизни но я не помню было ли подобное что-то в моей жизни плохо становится хуже и хуже и хуже я позвал андрея потом пришли врачи они смотрят на меня и короче привезли коляску и отвезли на скорую и когда они меня отвезли на скорую по мере давления взяли кров то они больше меня домой не пустили кроме то они сказали что операции тебе завтра не будет почему потому что они увидели результаты анализов что это были за результаты во первых у меня необыкновенно поколебалось давление связи с моим состоянием здоровья почему я это говорю потому что я утром был было одно давление а пришел два часа она совершенно другое зашкаливает все а во вторых когда они взяли анализ мою кровь то у меня было тогда ему лабин 6 и 6 что это значит по американским законам если ему лабин ниже 7 человека домой не имеет права отпустить то есть человека это надо срочно лечить и они оставили меня и начали вливать мне кровь это первое моё было как сказать вливание и так я просто все разошлись мои дети домой я остался совершенно один какую чудо я пережил вот в это время или в эти дни после потом не врач сказал перед этим тот врач который делал мне операцион сказал вы сделаете операцию через полчаса ты пойдешь домой то есть это операция несложно потери крови не будет но потом когда вот это случилось со мной в рассказал что если бы тебе сделали операцию в твоем состоянии ты бы от наркоза не проснулся и я благодарю бога который спас мне жизнь это величайшая милость божья то есть суть не в сложности в операции а суть в том настолько ты к ней готов если тебя делают полный наркоз даже на полчаса ты должен был в состоянии его просто перенести или выдержать бог спас мне жизнь но на следующий день в 7 утра или в 7 30 утра приходит врач и говорят операция будет никого нету языка толком не знаю советоваться с кем никакой возможности нету не соглашаться и отбиваться тоже не могу и они меня сразу увезли в операционную я пока начал звонить своим друзьям оля приехала 9 утра я уже был в операционной он опять сказал потери крови не будет все нормально и когда просто приехала оля она пыталась там говорить с ними заполнять бумаги то единственное что пропустили впереди меня еще одного такого клиента как я я попал уже там не в 9 часов а в 11 меня увезли в операционную и здесь еще просто я пережил одно такое серьезное испытание и увидел величайшую милость божью я в рассказал через час ты пойдешь домой послушайте только в 11 начали пройти я в два часа дня только очнулся через три часа и когда я очнулся а мне наркоз делали не первый раз то ничего подобное в жизни не переживал как именно после этого наркоза то есть получилось когда я очнулся моя голова все обложена льдом возле меня сидят все дети и голова движется так что от вся кожа на голове что весь этот лед движется и боль ужасная настолько что я понял для себя что вот это все что по звонке костный мозг он попал что-то оторвалось в голову и мне пришел конец и я успел только попрощаться со всеми и сказал извините но я умираю это был еще очень такой критический момент в жизни моей в сентябре месяца врачи просто просто и как я проснулся прошло какое-то время и уже врачи перепугались от того что происходит со мной и они начали быстро меня просто по всем этажам таскать специальный таким перегружать нагружать и все рентген и там прошло два часа они просто проверяли меня на всех таких разных моментах и через два часа сказал врач будешь жить все нормально слава богу это была величайшая милость божья которую нельзя объяснить словами то есть опять я к чему говорю что я практически сейчас понимаю что даже когда они подняли гомоглобин до 8 и 8 я не был готов к операции надо было время чтобы восстановиться окрепнуть но сделали то что сделали и если бы не господь бог я не знаю что было бы я не знаю что это было бы и если он сказал что я через час пойду домой то я только через трое суток с трудом возвратился домой трое суток для меня эти сутки в госпитале оказались вечностью какая основная проблема в госпитале там дают кушать а тебе кушать не хочется 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 спать а тебе не дают но тем не менее все это закончилось и я просто безмерно благодарю бога за за его милость ко мне все что там я пережил это было величайшее чудо божье закончился сентябрь месяц дальше октябрь находясь дома я должен восстанавливаться с этими вот поясами но было то удивительно что я ослабевал ослабевал и ослабевал как-то с каждым днем я не знал что со мной происходит и уже 28 октября мы с богданом едем на скорую помощь потому что я уже ходить практически не мог что было удивительно в то время когда мы приехали на скорую там надо оформить документы я только подал лайсенс и две медсестры там сидела они посмотрели на меня и другая пошла взяла коляску и сразу меня увезла в палату то есть богдан еще оформлял меня остался а меня уже увезли в палату то есть я так понял что они только увидели меня и поняли что спасать надо когда они просто опять взяли там некоторые анализы то в то время у меня гамалабин был 4 и 6 это самый низкий получается может быть он был и ниже но во время моих проверок для чтобы вы сориентироваться норму норма 12 18 4 6 меньше 7 дом они отпускают ну и короче меня забрали туда на скорую начались новое переливание вливание и уже 29 мне сделали первую биопсию это был можно сказать такой пик такого серьезно кризиса и я особо благодарен всем друзьям и всем вам за понимание поддержку помощь за ваши молитвы за ваше время вы даже не представляете что вы сделали для меня моей жизни у меня нет слов чтобы все это передать и рассказать только вот 30 числа ко мне пришло больше 30 человек за один день и это были вы просто спасибо вам и 31 числа октября моя наташа говорил я не знаю лучше чтобы этот день пришел или лучше бы он вообще не наступал но у нас не спрашивает он пришел потом пришел врач и сказал результаты биопсии поэтому он сказал так хроническая лейкемия или рак крови через два-три часа об этом узнали практически все в церкви и даже на украине можно сказать так закончился для меня октябрь месяц благодарю бога за вас просто мы выжили вместе поэтому я хочу чтобы вся церковь просто славила бога и благодарила бога за все во имя иисуса слову которая держала меня в то время я хочу чтобы это увидели может быть кому-то она поможет чем я жил в то время есть такое слово в библии это 49 псалом 14 15 стих там написано так принеси в жертву богу хвалу и воздай все высшему обеты твои и призови меня в день скорби и я избавлю тебя и ты прославишь меня основной вопрос который спрашивают меня это и месяц назад и 2 и сейчас люди спрашивают виталий то благодарить или просить моё понимание благодарить и просить это слово которое держало меня в какой я нашел для себя откровение ли смысл смотрите описано принеси в жертву богу хвалу первое что вы должны сделать если у вас есть какая-то нужда прославить бога если вам этого стиха недостаточно то в библии ся еще так написано не заботись ни о чем но всегда в молитве с благодарением до меня слышите да поэтому принеси в богу жертву хвалу и воздай всевышнему обеты твои что это значит всегда когда вы проходите через испытания или кризис даже когда вы их не проходите вы иметь и возможность обновить свои обеты или обещание пред богом и я это сделал что вы обещать богу можете это что бог вам ложит на сердце но смотрите мы обещаем богу служит доброй совести однажды в жизни но нормально когда это проходит через всю нашу жизнь когда мы проверяем свою совесть и обновляем свои обеты и обещания правда на при торжественно звучит когда например молодые люди во время бракосочетания говорят слова обещания там слова верности правда это нормально но нормально когда вот эти же молодые встретились через 10 лет прожили 10 лет или 5 и говорят друг другу уважаемый дорогой дорогая я тебя люблю я тебя не подведу я буду верный тебе верно да нормально когда мы обновляем свои обещания это скрепляет наши взаимоотношения поэтому принеси богу в жертву фалу воздай все вишнему обеты твои и призови меня в день скорби потом призови и я избавлю тебя и ты снова что прославишь меня это слово которое просто держала меня и я хочу чтобы бог всех вас благословил в ваших нуждах еще один стих над которым я размышлял и которым я молился я просто вам прочитаю о господи вспомнишь ты ходил при лицам твое верно и с преданным сердцем и делал угодно и в очах твоих и заплакал языке сильно все было и слезы и обеты и обещания и вместе плакали по одному но была величайшая милость божия надо мною слава богу за все это ноябрь месяц время идет очень быстро 5 ноября первая химотерапия просто вот прохождение химотерапии что интересно сказать я хочу вам что как таковую химотерапию я не проходил почему потому что когда мы приходили туда то люди которые приходили со мной им становилось плохо и они видели что там происходит а там такие доменные печи где варят химию и человек 15-20 сидит там целыми днями капельницу ставят и там они засыпают и кушают они лысые это что такое настоящая химотерапия то когда мы пришли первый раз и врач только объяснил что нас ожидает когда мы будем проходить через это то олю мою стошнила ей стало плохо хотя она медсестра а некоторые вообще не выдерживают можно я выйду можно но я просто присутствовал там это целая территория где написал одно слово канцеля рак рак все все на одну тему и я приходил туда они мне сказали мы просто сделать им несколько уколов чтобы не стало хуже твою ситуации и потом пересадка костного мозга поэтому они мне просто сделала несколько уколов чтобы стабилизировать ситуацию и когда уже потом я приходил к врачу он говорит это не химия потому что мы еще химией серьезно не занимались но это то через что я проходил и когда вот мы здесь оказались и ее сделали то опять новые переливания крови начались каждые семь дней максимум когда был перерыв это 10 дней и так в течение двух месяцев каждые семь дней я шел в госпиталь мне брали анализ как только гомоглобин падал ниже семи они тут же отправили меня рядом госпиталь я ложился туда на шесть часов и начинались очередные переливания крови вливали и забирали кровь почему забирали для проверок а вливали чтобы я мог жить и вот смотрите 16 пакетов крови мне влились за два месяца каждый раз по несколько часов в день казалось с этой ситуации уже ну нет никакого выхода и забирали кровь так много что я привык уже к этому и однажды в один день мне взяли 16 пробирок крови на анализ почему я это говорю потому что когда дети мои пошли сдавать кровь то они говорят вдруг я упаду вдруг я потеряю сознание так как они боялись то у них всех кровь брали в таком в положении лежа чуть-чуть только для анализа то есть человеку чуть-чуть страшно но когда привыкаешь то ну кажется уже есть как есть поэтому это было очень непростое время я приходил церковь я пытался что-то делать проповедовал но я чувствовал что силы все меньше и меньше еще было одно серьезное испытание которое состояло в том послушайте меня что у меня был иммунитет защиты настолько низкий что врач мне сказал если ты заболеешь любой болезнью ты умрешь нет рака от любой инфекции то есть если там норма защита иммунитета 410 у меня была единица самый низкий уровень и поэтому он не назначил каждый день вот уже начиная с ноября месяца пить две таблетки от грибков и инфекций уже с декабря месяца я должен был каждый день пить антибиотики не потому что я больной чтобы не заболел это настолько было трудное время что мы встречали там помните и рождество и день благодарения то в моей жизни это был особенный день благодарения почему потому что мы ее встречали со слезами на глазах все родственники полдня сидели просто и праздновали день благодарения со слезами на глазах это было особое такое запоминающиеся время и в это время очень переживала за меня моя жена она просто пыталась помочь она делала мне каждый день соки но эта ситуация не меняла я послушно все пил лечился дело но эта ситуация не меняла а самое главное вот я говорю насчет заболеть случилось так что за этот период времени вся моя семья переболела но самое худшее случилось когда забыли а жена моя попробуй только заболеть это моим сыновьям попробуй только заболеть самое худшее случилось когда она сама заболела она не знала что делать все понимали что следующий я а потом рассказал малейший ты сразу звони к нам получится спасти получится нет значит нет но ты должен знать свою ситуацию я говорю то что переживала моя жена это было просто ну невероятно и я просто забегая чуть-чуть вперед скажу вам следующее что когда 7 января уже мне сделали повторную биопсию ибо и она анализы стали лучше то я впервые своему врачу признался что я вот этих таблеток и антибиотиков не принимал он был в шоке и я не заболел это было третье или четвертое чудо слава богу это настолько было для меня почему их не при не потому что ну как то для меня было не поверили не больно и пить под болезни ну как то я не мог это ну думаю начну хоть чихать буду но слава богу слава богу вот представьте себе мы собираемся даже в семейном кругу и каждый раз жена решает кто маску одевает ты должен маски быть а я как-то не привык дома в маске хотите урани был она всех строй что все маски одевали а те тоже что-то и так праздновали и ты с гивен и остальные и каждый раз кто-то больной дети малые постоянно кто-то больной но мы праздновали и я говорю слава богу это было величайшее чудо божие для меня потому что я вообще склонен болеть но в этот период просто невероятным образом просто бог меня сохранил слава иисусу ну и за декабрь месяц буквально несколько слов что я переживал именно в этот месяц я уже сказал в начале месяца врач назначил мне антибиотики но я начале месяца пришел домой настроил гитару и начал петь думаю пришло время бога прославить и это говорит о том что просто мой дух был бодрый и я за это безмерно благодарен бог но испытания не закончились одно из них например 3 декабря это тяжелая среда в моем расписании тут значит смотрите после очередного вливания как вот я пойду обычно целый день случилось что-то невероятное что я уже там почувствовал что что-то со мной плохо я весь покраснел началась подниматься температура и тем не менее меня отправили домой хотя не должны были отправить и когда я пришел домой вы были здесь все в собрании а у меня температура 38 38 и 2 и дальше и дальше растет врач говорит если эта инфекция значит все смерть если эта реакция на кровь пройдет но откуда ты знаешь эта реакция или это инфекция и мы решаем ехать в больницу не ехать ехать не ехать что делать и где-то около 11 ночи приходят ко мне братья служителя и помолились за меня и я с той температурой и уснул но на утро и и нет слава иисусу значит это была реакция на кровь и даже врач мне сказал что или или тебе не точно подобрали кровь или ты уже перебрал норму что организм твой уже не воспринимает вот этих постоянных вливаний и возникал вопрос а если это так то что же будет дальше и вот смотрите что было дальше 17 декабря это было последнее вливание после этого числа не больше никогда не предлагали никаких переливаний слава иисусу аллилуйя смотрите моменты восстановления 30 декабря я здесь в церкви целый день и на 5 часа у меня репетиция готовимся к новому году и меня должны положить в госпиталь я еду с полей на очередное это переливание взяли анализы а я говорю репетиция здесь мы сценарий готовим буду я или не буду не знаю я прихожу с дай анализы и впервые у меня гомоглобин поднялся и меня отпустили домой это было впервые 30 декабря и я пришел на репетицию а потом как вы помните встречал с вами новый год помните или нет слава христу 7 января когда на украине было рождество я говорил вам не делали повторную биопсию это уже была моя клиник туда я попал невероятным чудом вы помните я рассказывал что мой иншурец которым я был эту клинику не покрывает и мне вначале скажу меня туда не примут я несколько часов моя жена плакала а я просил дайте возможность дайте шанс и в конце концов они согласились что операцию покроем если она будет это когда я пришел к этому специалисту они взяли тесты и и проверили сказали ввиду то что анализы твои лучше мы операцию делать не будем и донора тоже не нашли хотя прошло уже там два-три месяца и он говорит что можешь идти домой потом мы 13 еще раз пришли с олей в эту клинику и у меня гомоглобин уже был 9 и 3 это был лучший результат за последние пять месяцев тромбоциты 150 но я в этом слабо разбираюсь может быть оля больше расскажет поэтому об огромная благодарность богу вы знаете вот этот врач который только делает операции такие какую должны мне были делать он был удивлен моими тестами а я думаю не касается этого человека уже ничем удивить нельзя гортия удивлен оказывается и врачей можно чем-нибудь до удивить поэтому очень интересная моя жизнь вот тот что сделал операцию на спине больше его так и не видел больше он меня не приглашал и этого тоже пока еще не видел но они вроде бы все готовы служить помогать но я на милость божью надеюсь и я просто прошу вас благодарите бога и продолжайте молиться бог силен творить чудеса слава богу за последние дни можно сказать я вам просто приведу несколько таких результатов значит смотрите значит защитный иммунитет мой самый низкий был я говорил это норма 4 9 у меня было 1 1 и 3 самые низкие это особенно декабрь месяц и ноября особенно декабрь месяц и ноябрь а гемоглобин был вот 4 6 потом 6 и 6 но уже 1 13 у меня защитный иммунитет был 2 и 1 а галомил 9 и 3 это были лучшие результаты за последние два месяца дальше уже 1 27 у меня была защита 4 а гемоглобин 10 и 6 и чтобы просто вас уже дальше цифрами не утруждать я хочу сказать что когда моя защита поднялся 5 и 2 то врач сказал потрясающе это результаты лучшие среди всех моих пациентов гемоглобин был 13 он сказал мне неужели это чудо слава богу слава богу и в общем если взять вот в общем то за три месяца у меня вот эта защита поднялась 1 до 5 2 сейчас а гемоглобин за три месяца с 4 и 6 до 13 и 8 это были последние мои результаты 4 апреля слава иисусу поэтому я хочу чтобы мы сейчас просто хотя бы кратенько поблагодарили бога но еще послушайте бог силен творит чудеса просто доверяйтесь богу молитесь богу и благодарите бога за все для меня друзья мои самое большое чудо что я здесь сегодня чтобы вы знали я никогда не думал что я эти три полгода проживу потому что сами врачи как бы ну не давали никакой надежды вы все знаете что в начале февраля должен пойти на операцию пересадка костного мозга я спрашиваю то специалиста что будет после этого шансов 50 на 50 при условии если мы найдем донора поэтому я не планировал ни феврале быть дома не у марте и жена знает что у меня не будет дома запланировала ремонт сделать дома но мне пришлось и ремонт делать и я не жалею и я очень благодарю бога что я всех вижу вас это невероятное чудо я вам рассказал несколько моментов когда бог меня спас с верной смертью поэтому каждый прожитый день в жизни вместе с вами для меня он бесценен слава христу я читаю один стих и мы будем молиться в библии так написано а тому кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего о чем мы просим или помышляем тому слава в церкви во христе иисусе во все роды от века и до века помолимся о чем мы будем молиться а а а а а а а Продолжение следует...